То, что с нами сейчас происходит, это катастрофа. Как мы оказались в аду, как вышло, что один человек, размахивающий ядерным оружием, как ключами от дорогой тачки, взялся определять будущее моих детей, наших детей. И определил его. Он решил, что будущее наших детей в России – это нищета, изоляция, статус изгоя, война. Почему в Украине идет война? Потому что Владимиру Путину нужна эта страна в тотальном подчинении, в союзном государстве, в таможенном союзе. В общем, что было бы, как с Белоруссией, он мог бы ею распоряжаться по собственному усмотрению. Он записывает свое имя в историю, собиратель русских земель. Осознает ли он весь кошмар, неизбежно следующий за осуществлением этой исторической миссии? Осознает ли кто-то в его окружении? Могут ли эти люди влиять? Может ли кто-нибудь повлиять на Путина? Мы не знаем ответов на эти вопросы. Можем лишь констатировать. Множество мирных людей в эти дни прячутся в метро и бункерах, убежищах и подвалах. Родители в панике вывозят детей, мужчины берут в руки оружие. Владимир Путин назвал происходящее специальной военной операцией. Почему не объявил войну? Зачем эти виляния? Впрочем, тут мы пришли к главному. История с началом России и боевых действий в Украине – это история неправды, ставшей враньем, ставшей большой ложью, потом чудовищной ложью, потом госполитикой и, наконец, судьбой целых государств. Ложь везде. Прежде всего, в интерпретации истории, выдаваемой Путиным за правду. Итак, начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией. Точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года. Причем, Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом. За счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий. Он возвращает отторгнутые территории. В 2014 году Путин увидел наяву свой страшный сон. В Украине свободные люди, обманутые трусливым президентом, вышли на улицу с требованием подписать ассоциацию с Европейским Союзом. Майдан, да еще и Евромайдан, привел к смене власти и пересмотру внешнеполитического курса Украины. Тогда в Москве родились киевская хунта, бендеровцы и каратели. Сегодня киевская хунта использует те же самые эскадроны смерти. Макс, лихорадит не только Киев, но и регионы Украины. Боевики, которые действуют в разных частях страны, уже заговорили о хунте. На заседания региональных парламентов они приходят вооруженными до зубов и угрожают расправами. Это, конечно, хунта уже. Клика какая-то просто. Россия присоединила Крым, который в соответствии с международным правом был и остается территорией Украины. Нам врали о присутствии, а точнее отсутствии там российских военнослужащих. Пойдите в магазин вот у нас и вы купите там любую форму. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. Ну а потом оказалось, что зеленые человечки все-таки свои, российские. Впоследствии мем о вежливых людях подхватят и сами представители власти, а также их пропагандисты. В эту субботу в России отмечается День сил специальных операций. В народе те самые вежливые люди. Ряд населенных пунктов перешел под контроль очень вежливых людей. Мы вежливые люди. Дальше был Донбасс, где нас по официальной версии не было. В эти дни методичка для ботов, пропагандистов и чиновников включает обязательное восклицание. А где вы были 8 лет? Словно все тут забыли, как все начиналось. Донбасский сепаратизм, не лишенный внутренних причин, годами поддерживался Россией. Еще до всяких и любых Майданов. А когда полыхнула, именно Россия стала спонсором, вдохновителем и, как любят говорить в Кремле, хозяином сепаратистов. Именно Россия с ее трагическим опытом Чечни, с вечными заявлениями про недопустимость вмешательства в суверенные дела, открыто, словом и делом поддержала гражданскую войну на территории самого, как считается, близкого из народов. Человеком, вошедшим на территорию Украины с оружием, захватившим Славянск, был Игорь Стрелков, он же Игорь Гиркин, гражданин России, бывший, если таковы бывают, сотрудник ФСБ. Он собрал и вооружил целый отряд. В России, где сажают за патрон и детскую переписку в сетях, Гиркина поддерживали на самом высоком уровне. Вслед за Гиркиным из России в Донбасс потянулись борцы за русский мир, бывшие и очень вовремя уволившиеся из армии военной. Их останавливали? Их арестовывали? Допрашивали? Обвиняли в наемничестве или участии в вооруженном конфликте на территории другой страны? Нет. Во многих регионах открыто действовали пункты их набора и мобилизации. Но не только добровольцы. В Донбасс ехали российские военные советники, инструкторы, сотрудники спецслужб, чеченские спецназовцы и, конечно, оружие. Еще в 2014-2015 годах были представлены сотни доказательств присутствия российских вооружений на территории ЛНР и ДНР. А в эфире государственного телевидения тем временем разрывались от криков о гражданской войне, ополченцах, самоотверженно и совершенно самостоятельно ведущих освободительную войну с Киевом и его бесчинствами. Какие бесчинства, спросите вы, а вот мальчика распяли. Помните? Или вот еще, самолет сбили с пассажирами. Падение Боинга, малазийских авиалиний летом 2014-го, убийство почти 300 человек, первый серьезный сигнал миру от России. Первый, так сказать, звонок, который заставил Запад вздрогнуть. По всей видимости, международная следственная группа установит ответственность российской власти за действия сепаратистов в Донбассе. Тех, кто по ошибке совершил чудовищное преступление. Тех, кого без самого деятельного участия Москвы не было бы в помине. Но у нас обвинили в крушении Украину. То есть, как обвинили? Мы слышали миллион разных версий. Одну безумнее другой. От попытки убийства Путина, который якобы летел в то же время по тому же маршруту, до заговора американцев. Ложь лилась на нас последние 8 лет. Украина все это время оставалась главной темой российского телевидения. Ток-шоу с пеной у рта проклинали украфашистов. Оскорбляли президентов и депутатов. Тех, что в Украине меняются путем выборов. Наконец, в 2021 году, весной и зимой, после того, как у границ соседней страны обнаружились десятки тысяч российских солдат, нам начали врать об угрозе, исходящей от НАТО и, в частности, США. В Америке как раз сменился президент, который вначале совсем не хотел думать о Путине и о России. Скажем прямо, в Вашингтоне главной своей проблемой считали Китай. И в Кремле подобный подход посчитали оскорблением. Вы нас недооцениваете. Сейчас-то уже всем понятно, Пекин ребенок по сравнению с тем самым парнем, размахивающим ядерными боеголовками. Летом 2021 года Байден встретился с Путиным в Женеве. Президент России проверил степень решимости и серьезности своего главного оппонента. Остался, видимо, доволен. Так уж совпало, что Ангела Меркель как раз ушла на пенсию. Какие еще обстоятельства повлияли на решение Владимира Путина? Какие мотивы им руководствовали, помимо очевидного желания восстановить империю и сменить власть в Киеве? Сложно судить. Сейчас есть смысл только в том, чтобы говорить правду. Война в Украине, немыслимая, чудовищная война, сопровождается совершенно безумным потоком фейков и дезинформации внутри России. Пропагандистские войска получили разнарядку с рядом тезисов, которыми приказано бомбить аудиторию. Первый. Москва в Украине занимается демилитаризацией и деноцификацией. Это последнее слово ноу-хау нынешней войны. Имеется в виду избавление от нацистов. Читай смену власти. Опровергать утверждение о том, что Владимир Зеленский нацист, я не буду, потому что это совсем невыносимо абсурд. Тут не могу не добавить, что степень абсурда вышла в фазу катарсиса. Сегодня, когда министр обороны Сергей Шойгу объявил о проведении международного антифашистского конгресса в августе. В августе в рамках военно-технического форума «Армия-2022» проведен первый международный антифашистский конгресс, сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании. По его словам, конгресс призван объединить усилия международного сообщества в борьбе с идеологией нацизма, неонацизма в любых формах его проявления в современном мире. У меня в этой связи пара вопросов. С учетом обстоятельств, кого Шойгу планируют увидеть на этом международном конгрессе? Представителей Абхазии, Южно-Осетии, Бразилии, конечно, Беларуси, потому что больше друзей нет. Еще из тезисов. Киев убивает русских людей, проводит геноцид. Россия их защищает, а либералы, что против войны, предатели. Чтобы как-то оправдать происходящее, нам предлагают свежие кадры с так называемыми массовыми захоронениями, которые невозможно верифицировать. Но, допустим, Россия спасает Донбасс. Зачем же ей тогда Харьков и Киев, Одесса и Чернигов? Для их освобождения, видимо. Цель операции объявлена открыто. Демилитаризация и геноцификация. Потому что постоянные факельные шествия, постоянные воспевания нацистов, культивирование нацистских привычек в рамках так называемых добровольческих батальонов. Это все протекает при полном попустительстве и молчании, в том числе со стороны средств массовой информации. Ну и старое, проверенное, неизбежное. Украина бомбит сама себя. То есть, Министерство обороны России заявляет, что удары наносятся исключительно по объектам инфраструктуры. А если что не так с гражданскими, то все вопросы Киеву. Что касается демилитаризации, которую требуют в Москве, то это, очевидно, обеспечение нейтрального статуса Украины и вывод всех предоставленных Западом вооружений. Думаю, к этому в Киеве готовы, о чем свидетельствуют заявления официальных лиц. Но вот в чем проблема. Путину любых заверений от Зеленского недостаточно. Он перешел к той стадии, когда либо все, либо ничего. Как остановить этот кошмар? Запад, единый как никогда, явно совершенно шокирован. Пусть о вторжении предупреждали, все равно происходящее, несомненно, поразило всех. И сейчас Вашингтон и союзники спешно согласовывают все новые санкции. Санкции уже никого не остановят. И в этой связи вот что хочется сказать. В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте Грузии и Украине отказали в плане действий подчленства в Альянсе, чтобы не раздражать Путина. На Западе превалировала умиротворяющая позиция. Давайте, мол, действовать осторожно, давайте проявлять гибкость, давайте идти на компромиссы. Запад увидел войну в Грузии в 2008 году. Она началась через несколько месяцев после того, как этот самый план действий Тбилиси не дали. Война была стремительная и чуть не закончилась взятием столицы. Но поскольку обошлось, поскольку Россия подчинила себе лишь два региона и без того маленького государства, то Запад выдохнул и забыл. Если не сказать забил. Слова о чрезвычайной обеспокоенности, лицемерии и формальности. Конечно, пока Путин не представлял прямую угрозу им самим. Брюссель, Берлин, Париж и прочие считали допустимым бездействием. В 2014 случился Крым и тут уже степень обеспокоенности выросла. Но тоже в целом Запад предпочел считать случившейся внутренней разборкой Путина с соседом. Тем более, что присоединение состоялось без всякой крови. Да и население Крыма, по большому счету, искренне хотело быть с Россией. Нарушение международного права, создание опасного прецедента и прочие обстоятельства решено было отложить в сторону. Масштаб не тот, как и в случае с Донбассом. Сегодня мы наблюдаем результат этой бездумной, безмятежной позиции. И там, в Вашингтоне, Берлине, Париже, разумеется, знали про весь этот грандиозный конструкт дезинформации. Однако находили уместным его терпеть и вяло осуждать, а также вести переговоры, летать в Москву, жать руки, верить в лучшие варианты развития событий. Лучшие для себя, разумеется. Поскольку газ из России перевешивал прочие аргументы. Ну и непосредственные угрозы для США и Старого Света не видели. В завершении еще одна свежая ложь про ядерное оружие, которым якобы собиралась обзавестись Украина. Посол России в ООН, не Бензе, так и сказал. В ходе специальной военной операции Россия осуществляет право на самооборону от режима, стремившегося к восстановлению доступа к ядерному оружию. Президент Украины прямо заявил об этом 18 февраля в ходе Мюнхенской конференции. И это его утверждение, напомню, было встречено аплодисментами участников конференции. Во-первых, это заявление – прямое признание в превентивном ударе по Украине. То есть господин Небензе расписался в том, что специальная военная операция устроена для того, чтобы помешать предполагаемым событиям в будущем, а не свершившемуся якобы геноциду в Донбассе. Во-вторых, заявление о стремлении восстановить доступ к ядерному оружию – это что значит? Не восстановили же, не хотят восстановить, а говорят, что стремятся восстановить. Причем на деле любой военный эксперт скажет, что у Киева нет ни единого шанса стать ядерной державой. Любой эксперт подтвердит и то, что у Киева до начала войны не было ни единого шанса вступить в НАТО в обозримой перспективе. Разве это помешало официальным лицам и пропаганде в России трубить об угрозе? Не помешало. Угрозу в виде подкравшегося к воротам нашей страны врага американца по большей части вообразили и, кажется, даже представили и поверили почти все. Вполне достаточно, чтобы ее отразить. Вряд ли думали, что одним из тяжелейших результатов этой игры станет вполне осязаемый пересмотр политики Финляндии и Швеции в сторону отказа от нейтралитета и вступления в НАТО. И в этом смысле, какая бы задача ни ставилась Владимиром Путином в этой истории, пока результаты самые плачевные. Не только для мира, Европы, Украины и России. Для всех нас. Но и для него лично. Маргарет Тэтчер, как ты сказала, следите за своими мыслями, ибо обращаются они в слова. Слова в действие, а действие уже в привычке. Берегитесь привычек, ибо они формируют свой характер. Усмиряйте характер, ибо он становится судьбой. Что мы думаем, тем становимся. Эту колонку мне помог подготовить мой коллега Георгий Андроников. А мой коллега Эдуард Бурмистров собрал несколько заявлений наших с вами соотечественников, которые иллюстрируют работу российской пропаганды в эти тяжелейшие дни. Я хочу еще раз напомнить тем, кто занимается анализом наших публичных выступлений, анализом наших позиций, что Россия никогда, нигде, ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу. Президент Зеленский, которого взяли под свое крыло наши западные коллеги, опекают его, поощряя на любые выходки, заявил публично, что если кто-то чувствует себя русским из граждан Украины, то пусть он убирается из Украины в Россию, а тех, кто на Донбассе противостоит государственному терроризму со стороны киевского режима, он назвал не людьми, а особями, как вы помните. Поэтому кто кому угрожает и во что эти угрозы могут вылиться, это большой вопрос. Мы не исключаем, что вся вот эта истерика, которую сейчас раскручивают наши западные коллеги, она направлена на то, чтобы если уж не спровоцировать какие-то украинские силовые действия на Донбассе, то как минимум, чтобы прикрыть линию киевского режима на полный саботаж минских договоренностей. Иного объяснения я не вижу. Своей стороны мы уже недократно заявляли о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается. Считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами. Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим. Мы вновь ставились на этой неделе в очередной раз, до каждый день мы стали свидетелями продолжающейся информационной кампании. Запада информационно-политической кампании Запада, направленной на раскручивание мифа о некой российской угрозе. А вот-вот нападении нашей страны, о имеющихся планах якобы Москвы. Ну и дальше уже через запятую всю ту чушь, не буду пересказывать, которую вы сами читаете в исполнении наших зарубежных западных партнёров. Это вот история про якобы российскую угрозу Украине, нагнетание международной обстановки. Всё это идёт вопреки реальной ситуации, здравому смыслу, который диктует необходимость скорейшего прекращения западной, прежде всего, англосаксонской истерики и, конечно, нормализации ситуации. Глава британского МИГа обязана извиниться за распространение лжи и обязана извиниться она перед народом России, перед народом Украины и перед народом Британии. А ещё перед теми средствами массовой информации, которые посчитали, что её заявление правда. Конечно, предметно обсуждать высказывания Элизабет Траст, Траст не имеет смысла просто потому, что они абсурдны. Не потому, что они безосновательны, лжи, просто они абсурдны. Там даже логикой не пахнет. Напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. Россия, которая пережила столько войн, это последняя страна в Европе, которая вообще хочет говорить даже, произносить слово «война». Передвижение наших войск по собственной, хочу подчеркнуть, территории представляется как угроза российского вторжения в данном случае на Украину. Но якобы в опасности себя чувствуют и страны Прибалтики, и другие государства, наши соседи. На каком основании, не очень понятно. Но, во всяком случае, это используется как тезис для того, чтобы выстраивать недружественную в отношении России политику. Конечно, как будто был другой мир, когда все эти слова произносились. И должна признать честно, абсолютно искренне, что осуждение некоторых публикаций, заявлений западных политиков, западных журналистов я разделяла. Потому что казалось, что перебарщивают они с алармизмом, казалось, что ну не может быть. Хоть я и, конечно же, неоднократно высказывала в этом самом эфире уверенность в том, что Путин для сохранения лица начнет какое-то что-то, операцию. Да, как это принято сейчас говорить. Но чтобы такая происходила история, поверить было очень трудно. Со мной прямо сейчас в студии автор. Продолжение следует...